Для познания нравов, какого не есть народа, старайся прежде изучить его язык. В этой цитате Пифагора кроется глубокий смысл, игнорируемый в современном мире, из-за чего забывается родная речь, обычаи и традиции. В Ульяновске прошла конференция, посвященная проблемам сохранения и развития национального языка. В Ульяновской области проживают представители более 120 народов и очень важна роль сохранения национальной идентичности всех народов в рамках нашего огромного многонационального российского государства. Особенно сейчас, когда идут такие сложные политические процессы, когда Запад отказывает России в праве на существование и требует от России отказаться от ее суверенитета, от национальной идентичности. На встрече отметили, что только совместными усилиями получится повысить эффективность развития родного языка. Но начинать в этом вопросе всегда нужно с себя и своего близкого окружения. Важную роль в формировании этнокультурной среды играют взрослые, а именно родители и педагоги. Если изучать точные науки можно только с учителем, то что касаемо родного языка, тут работа должна идти комплексно и в школе, и дома. А вот в какой степени возможно изучать родной язык без отклика соответствующего в семье? Я имею в виду и все языки народа. Мы с вами, как педагогическое сообщество, не сумеем сделать нашими единомышленниками родительское сообщество, то очень многие усилия школы будут уходить в песок. Особенно относительно этой очень тонкой темы родной язык, родная культуры. Так в Ульяновской области особое внимание уделяют изучению сохранению культуры мордовского народа. На родной язык Макшане и Рызиане Ульяновска передают из поколения в поколение. Я сама чистокровная мордовка. У меня двое сыновей. Они у меня разговаривают на мордовском языке. В Саранске изучают тоже мордовский язык. Старший сын сейчас приехал в город Димитровград. Тоже является членом мордовской автономии. Надеюсь, скоро он женится. И будет пополнение, и будет что передать уже моим внучкам. Напомним, что в регионе ведется активная работа по укреплению межнациональных отношений. Сейчас родной язык в школах изучает более 95 тысяч ульяновцев. Нина Милешина работает в 69-й школе и ведет кружок «Быт, традиции, культура мордовского народа». Благодаря ей в образовательном учреждении успешно работает театральный кружок «Каргине». Мы ставим небольшие сценки миниатюры по быту, традиции, культуре мордовской семьи. Родители помогают нам в этом. Они приносят нам экспонаты, они шьют нам костюмы, они представляют свою культуру, культуру каждой семьи. 28 октября состоится вторая Всероссийская конференция «Презентация. Роль семьи в сохранении и развитии языков народов Российской Федерации», на которую будут подведены итоги встречи в Ульяновске и других регионах.